Приветствую, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про СССР, и почему это государство на самом деле, было одним из самых худших. Сегодня, в эпоху ностальгии по Советскому Союзу, многие вспоминают те времена как лучшие. Однако стоит задаться вопросом, действительно ли было хорошо жить в СССР. Давайте рассмотрим несколько фактов, об обычной жизни в том обществе. Одним из распространенных мифов о советской жизни, является представление о том, что люди жили в достатке и не испытывали нужды. На самом деле большую часть своего времени, советский человек проводил в очередях, так как большинство товаров нельзя было просто купить. Для получения нужных товаров приходилось стоять в очереди, или зависеть от знакомств с продавцами и директорами. Например, вспомним отсутствие туалетной бумаги, до 70-х годов, когда вместо нее использовали полоски из газет. Для большинства советских людей роскошью, было иметь несколько рулонов, далеких от идеала туалетной бумаги. В целях поддержки великих идей партии, люди готовы были отказаться от комфорта. Пустые полки, товары сомнительного качества, драки за продукты, это была обыденность. Да, не было такого явного разрыва в доходах, но в стране, где все равны, все-таки были те, кто был выше. Привилегии принадлежали например горкомовцам, которым не приходилось стоять в обычных очередях, а также привилегированным регионам. Доступ в рестораны и специальные магазины, вроде Тарксина и Березки, в Советском Союзе был далеко не для всех. В этих магазинах товар продавался иностранцам за валюту, или советским гражданам за сертификаты, чеки, которые выдавали дипломатическим работникам, определенным военным и техническим специалистам. Даже если вам удастся найти кафе, где подадут кофе, не стоит ожидать высокого уровня сервиса, потому что в Союзе о сервисе не заботились и не признавали его. Продавщицы в магазинах и вахтерши часто возвышали себя над обычными гражданами, считая себя маленькими местными божествами. Высшее образование в СССР считалось одним из лучших и было бесплатным, но далеко не каждый мог себе его позволить из-за огромного конкурса, 5-10 человек на место. Платного образования официально не существовало, однако существовала возможность подкупа, чтобы поступить в ВУЗ, зачастую забирая чужое место несправедливым образом. Даже с отличной учебой не было гарантии поступления. Вся идеология в СССР сводилась к одному слову – показуха. Регулярные линейки, бесполезные смотры, репрессии против тех, кто проявлял индивидуальность, постоянное внушение идеи о загнивающем Западе и его разлагающем влиянии. Покинуть страну было невозможно, не было с чем сравнить, и поэтому многие подавались этой пропаганде. Тех, кто проявлял интерес к западной культуре, музыке, одежде, взглядам, строго наказывали. Исключение из института, утрата работы, тюремное заключение, психиатрическая больница или даже высылка из страны – такова была участь тех, кто слишком сильно выделялся. Советское общество считало генетику бессмысленной и не признавало ее многие годы. Мы лидеры на мировой арене. У нас все самое лучшее. На самом деле, наилучшие результаты в стране достигались в сфере обороны и космических исследований. Это означало, что все, что предоставлялось населению, имело низкое качество. Развивать промышленность было сложно, поскольку все предприятия действовали в рамках строгого плана. Даже если вы были инженером и предложили идею, способную улучшить качество или эффективность производства, вас отправили бы подальше, так как эта идея не соответствовала плану. Чернобыль – реальный пример, чтобы получить высокие оценки, испытания реактора нужно было завершить, как можно скорее. Эти испытания привели к многочисленным жертвам и серьезному вреду нашей планете. Часто мы слышим, насколько спокойно было в СССР, детей можно было отпускать в школу или гулять одних, не беспокоясь о педофилах или маньяках. Хотя и был преступный элемент, его тщательно скрывали от общественности. Были случаи терактов в московском метро, серийные убийцы, грабежи инкассаторов, угоны самолетов и так далее. Главной задачей государства было создать позитивное восприятие страны как для ее граждан, так и для западных стран. Какова роль человека в безжалостной системе СССР? Личность воспринималась, как ресурс для строительства коммунизма и подчинения партии. Сегодня в России одной из самых актуальных тем являются пенсии. В Советском Союзе пенсии предоставлялись с целью воспитания будущего трудового населения, внуков, чьи матери, должны были принимать активное участие, в труде на заводах ради общего блага. Декретные отпуска продолжительностью в три года, были не распространены, и все заботы ложились на плечи бабушек и дедушек. Все сферы жизни были охвачены идеей догнать и перегнать Запад, даже в спорте, науке, армии и космической промышленности. Однако после распада СССР страна, откатилась на десятилетия назад. Те, кто долгие годы были рабами, обеспеченными всем необходимым для труда, остались без поддержки. Почему так многие испытывают ностальгию по СССР? Возможно потому что за людей все было решено заранее, или быть может, потому что не было с чем сравнивать? Делитесь своим мнением в комментариях.